Желаю мира и приятного просмотра. С вами Эдскобаровский. И сегодня, друзья, я встал пораньше для того, чтобы съездить и купить телефон для маминой сестры. Я хочу сделать ей подарок, потому что у неё кнопочный телефон. И с таким аппаратом она не может держать связь с моей мамой. Потому как маме я купил айфон, а она не пользуется всеми функциями, которые там есть. Так что я выберу оптимальный вариант, чтобы была нормальная камера, чтобы он мог фотографировать и чтобы она всегда была на связи. Сейчас отправляемся. Будем смотреть, где этот магазин, которым я собираюсь покупать. Он должен быть где-то по этой улице. Смотрю, по GPS. Так что сейчас идём, выберем аппарат. Какой-то средний, чтобы там были все функции. Ребят, смотрите, самый бюджетный вариант это вот такой вот 5,990. В общем, я подумал, что всё-таки взять надо подороже. Мне сотрудник посоветовал. За 12 тысяч вот такой вот аппарат. Шустрый, нормальный, можно его брать. Так что буду брать вот этот. В общем, зашёл в магазин, посмотрел аппараты. Самый бюджетный стоит 6 тысяч рублей. Сотрудник говорит, возьми всё-таки получше аппарат. Я попробовал там подороже за 12-ку. Я его поюзал, он такой быстрый. Экран здоровый. Я думаю, вот это то, что надо, потому что у тети Наташи зрение не особо хорошее. Поэтому я думаю, вот этот вот, который побольше, пошустрее, вот этот именно то, что надо. Поэтому я сейчас иду в обменник, зайду, поменяю денежку и пойдём выберем вот этот аппарат. Приехал я уже на свою станцию метро. Вот так вот выглядит телефон. Короче, мы его проверили. И меня удивил вот этот вот продавец. Давай сразу напаривать мне свои услуги по поводу того, чтобы сделать мне гарантию на 2 года. Я говорю, не надо, я с другой стороны. Можно не распечатывать, это как бы на подарок. Ну, хотя бы проверить. Я говорю, ну ладно, давай всё-таки проверим, потому что... Сейчас Наташа уедет в Устилинск и, не дай бог, этот телефон не работает. Думаю, ладно, давай всё-таки мы его проверим, чтобы он работал, чтобы было всё чётко. Так что вот так он выглядит. Мы его сейчас запечатаем и пойдём домой дарить тётю Наташу. Она, кстати, не знает. Посмотрим на её реакцию. Я думаю, она должна зазвить, потому что у неё всё-таки сенсорного телефона ещё не было. А это хороший флагман. Ребят, в общем, я уже дома. Сейчас зайду в комнату. Посмотрим, что они там делают. Короче, пошли по силу, пошли всё делать. Что вы тут делаете? Расскажи, как у тебя дела? Тётя Наташа, поздоровайтесь. Ой, с кем здороваться? Со всеми. У меня виду, вид такой нет. Нет, ты ничего не скажешь. Я всё-таки хоть возрастная женщина, но я в кадрах в таком виде не могу показывать. Хороший вид. Что вы делаете? На улице такое дождь, я даже не знаю, куда мы пойдём погулять, но мы куда-то пойдём. У нас же беда, не снимайся. Да ничего страшного, это житейская мы же съёмная квартира. Ну, хоть походы и всё равно. И моя красивая, мне сестичка моя красивая, моя любимая. Она всегда улыбается. Вот, всегда позитивная. Тётя Наташа, идите сюда. Тётя Наташа. Простите меня, люди добрые. Не могу я в кадр в таком виде. Ну, хорошо. Она сомневается. Стесняется. Нет, дело не в этом. Просто, ну, посмотри на мышца будет. Нормально вы выглядите. Вы хорошо выглядите. Мы думали, что мы сто лет не виделись в объятиях друг друга. Мы даже на себя не смотрим, как мы выглядим. Ты хорошо выглядишь. Так что всё хорошо. Так, я слаживаю сумки. Сейчас пойдём куда-то погулять, да? Да. Мы сложим, ну, как бы мы же только проснулись, так что сейчас всё застелим. В шкафах вещи. Не надо, ждите сюда. Не, не, не стыдно. Да мы уберём ничего. Это же съёмная квартира. Это вещи, это всё жизни. Не режьте меня без ножа. Скромничает. Да. Я не могу в такой видос у меня. Она в магазин. Ладно, пойдём, пошли тогда на кухню. У меня сестричка интеллигентка. Пошли ты на кухню тогда. Она в магазин никогда не уходила. Там у нас хорошо. Нет, там ещё не всё тоже. Да, тут ничего страшного. Не накрашенная. Наташа, мне для вас подарок. Ой, ну сама садись, зачем ты? Нет, вам подарок. Ты мне уже сделал. Нет, держи. Да умная твоя голова. Это вам подарок? Нет, ну да, я всё сделал. Зачем? Да это была поездка, а ну там подарок. Это подарок вам. Я даю. Да, 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 да. Даже не знаю, как реагировать. Зачем? Ну как это зачем? Мальчик мой, ну ты и так всё сделала. А ну, разматывай. Какой подарок? Разматывай. Лучше подарок объятия сестры. Это хорошо. Для меня в этом ты всё сделала. Да. Ну это вам подарок. Мальчик мой любимый. Расматывай, давай. Посмотрите, что там. Ну, начинай. Мы сейчас примарафетимся, мы будем красивы. Пойдём гулять, покажем ребяткам город. Я не хочу тебя обижать, надо же, да, реагировать. Я всегда это, как бы... Ты Наташа скромничает? Нет, ну меня это просто напрягает. Ты и так всё сделала. Ну, сделала, но подарок вам же не подарила. Вот это вот подарок вам. Как это не подарила? Ну, поездка это само собой. Это маме, можно сказать, эмоции. А вот это вам подарок. Так, так, я правильно всё сделала? Да. Ну да. Ну да. Что порвать упаковку? Ну да. А я поставлю пока чайчик. Слушай, я в таком виде, что я даже... Вы хорошо выглядите, тетя Наташа. Ну как? Ничего, мы сейчас подкрасимся, всё будет класс. Ну, я просто хочу сказать за свою сестрёнку, она в молодости была очень красивая. И мама просто на неё, как на икону наша мама молилась. Ну, как могут быть у нашей мамы некрасивые дети? Показать? Ну, красавица красительная. Я хочу... Ну, иди принеси фотографии, да. Что? Это что-то... Это телефон. Тетя Наташа, для того, чтобы вы могли с мамой сидеть в Вайбере, потом общаться, чтобы вы могли постоянно. Тем более, Илюхе тоже есть смартфон, он вас научит всё. Он может... Я вам помогу тут. Вот он имеет ценность для меня только потому, что это ты сделал. Я же верю, и плюс связь будет. Вот наша мамулечка красивая в молодости. Похожа на вас. Мамочка, дарочка. А вот Сонечка моя с моим сыночком. Не надо, хорошо. Чего ты показываешь? Это я тетя Наташа, показываю своей сестричке. И показываю, да. Открываю, что там. Божечки ты мои. Ну, сестра, ну вот понимаешь, серёжка. Это всё имеет... Ну, это чисто для того, чтобы, как бы, если вдруг, то в вашем городе есть сервисный центр этого магазина. Поэтому я его не выбрасывал. Ой, Боже мой. Ну зачем? Ну что? Как это зачем? Чтоб вы могли сидеть в соцсетях с мамой общаться. Видеть можете хоть каждый день через Вайбер. Ой, Господи, всё это так соблоднение. Я даже не знаю, как реагирую. Ну, ты что, я сразу начинаю. Всё хорошо. Мальчик ты мой, голова твоя. Телефон, другая. Твою умную голову, что, ну, ты понимаешь, для меня... А где ты нашёл? В Москве что же такое? Да, ну я уже нашёл, да. Объездил в Москву. В Москве, да? Ну да. То есть ты занимался поиском... Ну, конечно. Я уже, я изначально ещё в Киеве, когда был, когда я дома был, я уже изначально хотел вам купить телефон, но я думал, в Украине покупать не стоит, так как потом вдруг он здесь не будет работать. Я решил на месте его купить. Я уже давно планировал, так что вы не думайте. Это уже запланированная была, как бы, подарок вам. Мы там звонили только тебе, он тогда уже кипишевал. Говорит, ну как так, я не могу, чтобы ты не могла... Ну, мне Илюша то же самое. Говорит, что мама, давай. Но они мне несколько раз выделяли сумму, которую использовал не по назначению. Ну вот, а теперь я вам купил, и всё. Сестричка, мне главное, да, чтобы мы теперь на связи были. Да, теперь на связи. И, в принципе, размер, я думаю, более-менее видно будет. Мы бы накрасили. Сестрички, эстинный джентльмен. Включайте. Эстинный джентльмен. Ну, если бы я ещё мне... Доставайте, я вам подскажу. В общем, да, тут несложно. А, классный телефончик. Да, там ещё чехол. Вот это здесь, походу, чехол. Да. Вот здесь вот чехол. То есть вы сейчас хотите на камеру показать мою пещерность? Не-не-не, ни в коем случае. Не. Мы сейчас поможем, включим, вас обучим. Не, не в коем случае. Смотри, он имеет ценность для меня, что это ваш подарок, так? Что у меня будет способ общения. Вот. Мне, смотри, да. Как бы, я всегда думаю, как они держат в руках? Смотри, моя маленькая ручка. Я думаю, как они держат такую ширину? Как это вообще можно удержать в руках? Так. Мне казалось, что... Ну, у меня маленькие. Думаю, удобные. Удобные, привычные, да? Пещерные. Мне тоже, как бы... На. И подруги говорят, ну, сейчас уже с таким не ходят, как у меня. Ну. Вас подруга уже. Я даже сказать не хочу. Ну, это получается, что приезжает сестра с Украины, чтобы мне в России, в Москве сделать подарок сестре с России, да? А получай... А вот смотри, ну, ты в чем, в чем, как бы, подарок? Вот я делаю тебе подарок, да? Сделала подарок. Да. Это что означает? Что я готова... Мы отменялись над ней. Нет, смысл не выгодно. Ты даже вчера подарила... Что подарок, это же только символ. Да. Что ты готов все отдать... Маме вчера подарок. Ради близкого, родного человека. Да. Это же все, как бы, ценные семьи только с этой точки зрения. Ну, никак не с другой. Что ты готов все отдать. Даже... А, как говорят, подарки не отдарки, да? Готов передарить все, что угодно. Лишь бы только... Ага, моя сестра. В общем, теперь будете на связи. Снимать не показывая мою пещерность, друзья дорогие. Я уже понимаю, что снимает меня, занимается кино. Дальше ей даже не показывать мою... Мою пещерность, мою... В общем, мы вас, тетя Наташа, научим. Мы же пока еще в Москве. Так что обучим вас, научим. Мама покажет, я вам все покажу. И будете общаться. Да, зарядка. Илья-то не сомневаюсь, что вы научите. Но там еще будет доучка дома. Конечно. Дети, потому что мне Илья-то давно говорит, мама... Но они мне тоже говорили. Илюша так говорит, мама, я тебе куплю. Я говорю, мне не покупать, потому что я этим не владею, не буду я этим пользоваться. Теперь будете. Дети мне уже давалось многократно, чтобы я себе приняла. А вот тут она до снимать, да? Ну, как бы можно снять, да. Ну, пусть тетя Наташа смотрит. Ну, теперь это будет ценность семьи только что, боже мой. Ну, так тетя Наташа сама все сделает, мама. Принять или усомниться. Ну, наверное. Чехол, чтобы он не царапался. И руки мои в кадр не брать. Сестра, она с тобой плохо выглядит. Все, в общем, ребята. Да. Короче, вы довольны? Теперь с мамой сможете быть на связи. Не то слово. Я еще не могу выразить, может, полноту всех эмоций, которые у меня внутри. Но я даже не знаю, что сказать. Как и зачем? Как и зачем? Пойдем покушаем сейчас кофе, попьем и поедем гулять. Посмотрим Красную площадь, еще куда-то в центр. Так что, на этом ролик будет подходить к концу. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч, друзья. Всем пока. Сережа. Да. Мой золотой. Мой еще такой. Ой, воздушный поцелуй. Я тебя за кадром буду обнимать уже. Хорошо. Хорошо.